Мы сегодня продолжаем наш разговор о вере, и, как вы понимаете, мы уже коснулись нескольких граней этого очень важного явления. Автор послания евреям уделяет очень много места, очень много внимания этой теме, и она действительно касается каждого из нас, она чрезвычайно важна для того, чтобы определить нашу с вами жизнь. Вера – это не просто теологическое понятие, это не просто термин, который мы исследуем в Библии, о котором пишут теологи. То, во что мы верим, в огромной степени определяет, какой является наша или какой будет наша жизнь, определяет сущность нашей жизни. Наша вера определяет наши ценности, наши мировоззрения и наши цели. Сегодня мы будем говорить о еще одном примере, об одной иллюстрации веры, которую мы находим в 11 главе послания к евреям. В этой главе автор послания собрал так называемую галерею веры, то есть он собрал целый ряд героев веры, праведников Ветхого Завета, для того, чтобы проиллюстрировать веру с разных сторон, показать нам богатство этого явления, помочь нам понимать, что это такое, для того, чтобы вера действительно была частью жизни каждого из нас. Этот праведник Ветхого Завета Авраам, он играет настолько существенную роль в истории народа Божьего и вообще во всем том, что Бог делает на земле, что автор посланий к евреям уделяет ему особенно много места в этой главе. Ну, примерно, наверное, одну третью часть этой главы посвятил он Аврааму. И мы коснемся первого элемента этой истории. Мы будем говорить о том, как вера Авраама связывала его с ценностями вечности, или как вера наша связывает нас с тем, что приготовил нас Бог, делая эти цели целью практической жизни каждого из нас. Эта цель в конечном счете определяет качество нашей жизни, делая верующего необычно сильным человеком. Давайте посмотрим, как это видно на примере Авраама. Мы будем читать с 8 по 16 стихи 11 главы посланий к евреям. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Верою Самосара, будучи неплодно, получила силу к принятию из семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Все эти умерли в вере, не получив обетований, а только издали, видели он и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Почему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Последние слова относятся не только к Аврааму и Сарию, они относятся ко всем остальным людям веры, которые представлены здесь в этой главе. Тем не менее, к Аврааму и Сарию они относятся в особой степени, в первую очередь, и мы именно о них сегодня и поговорим. Если вы помните, в самом начале нашего разговора о вере мы пришли к определению, помогающему нам понимать, о чем будет идти речь, что такое вера. И вот как это определение звучало. Послушайте, вера – это признание Божьего величия, сокрушение перед Ним и послушание Его Слову, исходящее из доверия Богу. То есть, когда мы говорим о вере, это не просто понимание и согласие с фактом того, что Бог существует. Вера немножечко больше. Она включает в себя признание того, что Бог велик, смирение перед Ним, послушание Ему, которое исходит из доверия Богу. Таким образом, доверие Богу определяет наш взгляд на окружающую нас действительность. То есть, мы понимаем, что Бог знает все правильно, и Он через Слово Свое открывает нам то, что Он знает, и помогает это нам увидеть так же точно, как это Он видит. То есть, в каком-то смысле, функция веры заключается в том, чтобы открыть нам невидимую для нас реальность. То есть, то, что мы, как люди, не можем видеть, но Бог это видит, и Он открывает нам для того, чтобы мы могли это знать. Вот, что говорится об этом самом начале главы, Евреям 11.1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть, Бог открывает нам то, что для нас невидимо, и мы, доверяя Ему, можем увидеть эту реальность. То, что невидимое, становится реальным для нас. Более точное объяснение этой функции мы читали из комментария известного специалиста по этой книге Лейн. Он пишет так. Вера демонстрирует существование реальности, которую невозможно постичь посредством объективного чувственного восприятия. То есть, вера помогает нам увидеть существование этой реальности. Мы не можем своими чувствами сами увидеть все то, что Бог приготовил для нас. Но посредством доверия Богу, которое исходит из нашего сокрушения перед Ним, из нашего признания Божьего величия, мы можем увидеть вот эту славную реальность. Одним из наиболее важных элементов этой невидимой реальности, которую Бог открывает нам через веру, является небесное наследие, которое Бог приготовил для каждого спасенного. Это наследие описано здесь двумя терминами «город» и «отечество». Давайте еще раз прочитаем с 13 стиха. «Все эти умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество, то есть homeland. Они ищут того места, которое их домом является. Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то есть вот той старой жизни, в которой они были, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Реальность небесного будущего ожидающих верующих очень сильно влияет на их настоящее. И об этом мы будем говорить сегодня. Именно этот элемент подчеркнут здесь в жизни Авраама. Для Авраама реальность того, что Бог ему пообещал, было настолько значимо, настолько ярко, что это влияло на то, как он жил сейчас. Его будущее было неразрывно связано с его настоящим. Это очень интересная часть галереи веры, которая разворачивается перед нами здесь, в этой главе. Мы уже говорили о том, что наша вера определяет наше поклонение. Помните, на примере Авеля. Наша вера определяет нашу жизнь, как хождение перед Богом. На примере Еноха вера является инструментом спасения. Мы говорили на примере Ноя. В этой части мы узнаем, что вера – это источник, который позволяет нам правильно жить, источник силы для правильной жизни. И вот этот аспект будущего, который открывает веры, играет здесь чрезвычайно важную роль. Мы коснемся этой темы с нескольких сторон. Мы будем говорить о том, что вера – это источник силы для послушания Богу. Вера – это инструмент, посредством которого Бог действует. Вера – это основание для радости. И вера – это причина нашего посвящения. В этом одна из основных функций веры. То есть вера – это не просто явление, которое присутствует где-то на полке далекой в нашем сознании. Вера – это то, что реально управляет нами, что формирует наши взгляды, что формирует то, кто мы есть, формирует наши действия, наши ценности, наши реакции. Эта функция веры проявляется в жизни всех верующих, но в особенной степени мы видим, как она проявляется здесь в жизни Авраама и Сары. Кстати, это одна из наиболее часто пренебрегаемых или забытых функций веры в жизни современных христиан. Как я уже сказал, к сожалению, очень многие люди сегодня, они видят веру как инструмент достижения благосостояния или благополучия здесь на земле. И развита даже целая система мыслей, система учения, так называемая Евангелие благополучия, где люди говорят «name it and claim it». То есть вера используется как инструмент управления Богом. То есть то, что человек хочет, он пытается достичь, заставив Бога. И люди говорят «если у тебя есть вера, ты можешь это сделать». В действительности то, что мы видим здесь, это совершенно прямо противоположное явление. Вера дана как средство, открывающее реальность благословений неба, которые Бог приготовил для нас. И когда мы понимаем эту реальность, когда они становятся, эти благословения неба, настолько реальными, что они управляют нашей жизнью или влияют на нашу жизнь, вот тогда наша жизнь преображается. Об этом очень много сказано в Писании, в разных текстах Писания. Я приведу несколько примеров. Посмотрите, начиная свое послание к Ефесянам, апостол Павел подчеркивает, что главное благо, которое Бог обещал своим детям или приготовил для своих детей, это духовные благословения в небесах. Посмотрите, Ефесянам 1, 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Немножечко позже, чуть ниже в этой же главе, в своей молитве о христианах в Ефесе, апостол Павел прежде всего просит о том, чтобы Бог научил их, или они научились, Дух Святой научил их познавать Бога и прежде всего в понимании того, в чем состоит их надежда, которую приготовил для них Бог. Посмотрите еще раз 15 стих, первая глава послания к Ефесянам. «Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровение к познанию Его». И что наступает тогда, когда это познание Его совершается? «Чтобы они...» «И просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, то есть для какой надежды Он нас призвал, и какое богатство славного наследия Его для святых». То есть для апостола было чрезвычайно важно, чтобы вот эти новообращенные, они сфокусировали свой взгляд прежде всего на небесных ценностях. Опять-таки, понимание этой реальности, чем глубже оно будет, тем больше оно будет определять качество жизни здесь, на земле. Апостол Петр подтверждает то же самое. 1 Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, и дальше говорит, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию соблюдаемых через веру, ко спасению готовому открыться в последнее время». Заметьте, Петр тоже говорит, что Бог спас нас к наследству нетленному, которое ожидает нас на небесах. Это чрезвычайно важный элемент. Опять-таки, у меня нет возможности много текстов читать, но есть намного больше тех, которые я только что привел. 6 стих. Он говорит, «Об этом радуйтесь». О чем? Вот об этом наследстве, которое приготовлено на небесах, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. То есть, чем меньше христианин движим ценностями вечности, тем слабее и тем мельче будет его земная жизнь. Это то, что автор послания к евреям пытается донести до своих читателей. Тем менее влиятельной будет эта жизнь на земле. В этом и заключается парадокс. Апостол Павел даже говорит, что те, кто видят надежду на Христа только в ракурсе земной жизни, он называет этих людей самые несчастные люди на земле. 1 Коринфянам 15-19 написано, «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человек». То есть, посмотрите, пожалуйста, вот спектр вашей веры, ваших отношений с Богом. Вы приходите к Богу с чем? О чем? Чтобы сдать экзамены, чтобы нога не болела, чтобы голова не болела, чтобы было что покушать, чтобы правильно ко мне относились люди, чтобы политика была на месте, чтобы экономика была на месте, чтобы экология была правильная и так далее. То есть, это в зависимости уже от того, с чем вы столкнулись сегодня. Но заметьте, как много, какой большой процент нашей надежды на Христа связан с земным. И какой маленький процент связан с вечным, с небесным. Вот почему апостол говорит, «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человек». Друзья, чем больше процент того, что ваша надежда фокусируется на земное, тем менее счастливыми христианами вы будете. Вот почему нам так важно понимать вот этот элемент веры. Вот почему Писание повелевает в Колоссянам 3, 1, 2. «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Богу, а горнем помышляете, а не о земном». Друзья, это не просто повеление, которое Бог дал нам через апостолов, чтобы просто выстроить нас или дисциплинировать нас каким-то образом. Это путь, который приведет нас к полноценной жизни. Именно об этом и учит нас исследуемый нами текст в 11 главе послания к евреям. Мы начнем его исследование с веры, как с источника силы для повиновения Богу. Мы часто сталкиваемся с этим явлением, что нам не хватает силы для того, чтобы быть послушными. В разных сферах мы иногда понимаем, что это правильно, но у нас нет внутренней мотивации достаточно для того, чтобы сделать то, что правильно, быть послушным Богу. Итак, в жизни Авраама вера была источником силы для его повиновения Богу. С этого начинается история об Аврааме. Приводится первое утверждение о действии его веры. Посмотрите, пожалуйста, веру Авраам повиновался. Посмотрите, чему он повиновался. «Повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и уточняется, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». То есть здесь сказано, что благодаря вере Авраам смог оставить свой дом в Урехалдейском и пойти в совершенно неизвестную ему землю. Пойти туда, где у него не было никаких связей, никаких знакомств. Он даже точно не знал, что он будет там делать. Чем он будет там заниматься? Какие там условия жизни? Какой у него будет способ обеспечения самого себя насущным хлебом? Единственным основанием для этого чрезвычайно радикального действия было его послушание Богу, которому он верил. Когда мы читаем фразу «поверил Авраам Богу», это вменилось ему в праведность. Кстати, еще в 15 главе книги Бытия об этом написано, то нужно понимать, что значит вера. Некоторые люди представляют себе, поверил Богу, значит, поверил в то, что Бог есть. Авраам поверил Богу и повиновался призванию идти в страну. Кстати, Христос говорит об этом же самое. Он говорит, кто хочет идти за Мною, то что отвергни себя, отвергни прежний образ жизни. Вера – это инструмент, который движет человека в достаточно радикальном направлении. Вот эти три коротких слова «верою Авраам повиновался» они включают или скрывают за собой очень многое. Представьте себе стабильную жизнь в очень развитом регионе. Урхалдейский – это был один из центров тогдашней цивилизации. Он был расположен в очень хорошем месте, очень плодородное место. Это долина между реками Тигр и Ефрат. Оно было культурным и экономическим центром вот того региона мира в то время, на тот момент. Теперь представляете себе, что Авраам оставляет все это, и он движется куда-то в полную неизвестность. Написано, что он пошел не зная куда, и он движется, основываясь только на одном – он точно знает, что Бог ему сказал. Мы не знаем, как это было выражено. Мы не знаем, не описано, в какой форме Бог говорил, как он обращался к нему. Мы не знаем, какие элементы были связаны, было ли это сразу, очень быстро. Авраам услышал и пошел. Скорее всего, был какой-то период, когда Авраам познал Бога. Он жил в языческом мире, в языческой среде. Был какой-то период, когда он познал Бога, он понял, что Бог действительно управляет небом и землей. И когда он соприкоснулся с его призванием, с его призывом, чтобы он шел в обитованную землю, то он был готов это сделать. Именно в этом месте Бог нашел и призвал Авраама, человека, который стал началом израильского народа, и который стал участником самого великого дела, которое совершалось на земле, участником искупления. От этого народа, который произошел от Авраама, однажды произошел Спаситель, воплощенный Божий Сын Иисус Христос. Повиновение в данном случае, как и в ситуации с Ноем, было связано с радикальной переменой жизни. То есть Аврааму нужно было оставить его прежний образ жизни и отправиться в путь для того, чтобы делать то, что Бог хочет. Посмотрите, в книге «Бытие», 12 глава, это описано с 1 стиха. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, излословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Бог». То есть повеление Бога было конкретное, было абсолютно ясное, это не было просто манящий лик какой-то со стороны Ханаана, о котором Авраам сделал вывод какой-то, догадываясь, что, наверное, Бог меня туда влечет. Это было конкретное повеление. И Авраам написано, пошел Авраам, как сказал ему Бог. Три вещи мы видим здесь, которые Бог ставит как цель. Он говорит, я произведу от тебя великий народ. То есть Бог призывает Авраама, чтобы он стал источником великого народа. От него произойдет великий народ. Второе, я благословлю тебя. И третье, я благословлю через тебя все племена земные. Друзья, вот здесь очень интересная точка. Когда Авраам жил в Уре-Халдейском, он сам себя благословлял. То есть его благосостояние зависело от его работоспособности, его пронырливости, сноровки, как он мог функционировать в этом обществе. Когда он пришел в обитованную землю, вот здесь его жизнь полностью зависела от Бога. Это очень краткая история величайшего Божьего плана, которую он намеревался осуществить через Авраама. По всей видимости, Бог говорил Аврааму что-то еще. Во всяком случае, вот здесь, в послании к евреям, автор добавляет еще одну деталь. Автор ожидал города, которого художник, вернее Авраам ожидал города, которого художник и строитель Бог. То есть, по всей видимости, Бог ему раскрыл, что вот за всем вот этим народом, который будет, скрывается что-то гораздо большее, что-то намного далеко идущее, дальше идущее, чем Авраам мог себе представить. Авраам послушал Бога. Посмотрите, здесь написано 10 стих. «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Здесь сказано, что Авраам ожидал города, построенного Богом. В Писании нет записи, что Бог объяснил ему это, но, как я уже сказал, скорее всего, это было каким-то образом представлено. Как-то Авраам понял, что конечной целью этого великого дела будет новый Иерусалим. Будет место, где Бог будет жить со своим народом. Но здесь очень интересные слова. Смотрите, «города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог, то есть дизайнером этого города являются не люди, а Бог». Это, кстати, очень важная деталь. Посмотрите, когда Авраам жил, до того он жил в городе. Урхалдейский – это город развитый. Теперь он приходит в обетованную землю в Ханаанской, и он живет в шатрах. То есть он кочует. Не потому, что ему нравилось. Здесь не было города. И, кстати, за всю жизнь свою он так и не построил города. Больше того, даже тогда, когда ему пришлось хранить свою жену, когда его жена Сара умерла, ему пришлось купить кусок земли там, пещеру купить. На этой земле, которую Бог ему отдал. Бог сказал, что «Я отдам тебе». Но здесь есть очень интересный элемент. Он знал, что Бог однажды построил город. Правда, для этого сначала должен был быть построен Иерусалим на земле. Для этого сначала должны произойти очень важные события, которые станут основанием для Иерусалима нового. Авраам ожидал город, который сконструирует и построит Бог. Мы сегодня читали, каким будет этот город. Еще раз посмотрите Откровение 21, 2. «Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». 11 стих. «Он имеет славу Божию, светило его, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису, кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. Стены города имеют 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца». Друзья, когда мы говорим о новом Иерусалиме, посмотрите, вот драгоценнейшие камни камни у Бога есть. Он их может сделать очень много, самых разных драгоценных камней. Но посмотрите, из чего этот город сделан. Здесь написано, что светило его подобно драгоценнейшему камню. Это не драгоценный камень. Драгоценный камень – это то, с чем Бог сравнивает, с чем Иоанн в своем сознании сравнивает, когда он пишет то, что ему Бог открыл. Он говорит, оно подобно, как бы камню яспису кристалловидному. То есть, в действительности реальность небесного города – это не камни, и это не золото. Это как бы. Из чего же он состоит, этот город? Посмотрите, очень интересно. Для того, чтобы этот город построить, нужно было 12 колен сынов Израилевых. Бог строил этот город всю жизнь, всю историю Вселенной, всю историю человечества. Вот почему он призывает Авраама. И он говорит, с тебя начнем строить город. От тебя произойдут первые 12 колен, которые потом написано, что, посмотрите, на воротах написано имена 12 колен сынов Израилевых. Этот город был бы невозможен без 12 колен. Второе, посмотрите, здесь стена города имеет основания, на них имена 12 апостолов. То есть, для того, чтобы этот город был построен, нужно было появление церкви. Вот что значит, он ожидал города, художник и строитель, которого Бог. Бог – дизайнер этого города. И для того, чтобы этот город стал возможен, нужна была история Вселенной, которая является процессом строительства этого города. И Авраам в это верил, он воспринял это от Бога. Его вся жизнь была движена тем, чтобы этот город мог быть построен. Он был послушен Богу, чтобы быть частью этого очень важного процесса. В этом смысл веры. Реальность небесного Иерусалима, обещанного для спасенных людей Богом, дает нам силу для послушания Ему. Чем меньше мы понимаем реальность небесного Иерусалима и наше, возможно, участие в строительстве этого Иерусалима, тем меньше у нас силы для послушания, для жизни в сложных условиях. Правда, некоторые люди считают, что жизнь, ориентированная в небо, она делает человека неспособным эффективно жить на земле. Существует целый ряд таких учений, которые говорят, что нужно строить здесь счастье на земле, начиная от атеистов, заканчивая разного рода христианскими политическими активистами, которые каким-то образом фокусируются здесь, и для них Бог только инструмент, который бы помог этого достичь. В действительности пример Авраама демонстрирует прямо противоположную истину. Жизнь веры, ориентированная на небесный город, и сделала его жизнь эффективную на земле. Потому что он был движим этой целью, он делал то, что Бог хочет от него, чтобы строить этот город. Джон Маккартур пишет об этом следующее. В каком-то смысле, возможно, концентрируясь на небе, быть бесполезным на земле, но в намного более глубоком смысле, то есть, возможно, когда люди просто сидят, как слышали, может быть, такие истории, люди сидели на крыше и ждали, когда Христос придет. Ну, это в таком очень примитивном смысле. Но намного в более глубоком смысле невозможно быть полезным на земле без того, чтобы быть ориентированным в небо. Только те, кто сфокусирован на небесах, будут терпеливо верными в Божьем деле, когда оно становится трудным, неоцененным и, кажется, нескончаемым. Нет более сильного лекарства от разочарования, усталости или саможалости, чем мысль о вечной жизни в личном присутствии Господа. Итак, это то, что давало силу Аврааму быть послушным Богу. Вера в небесное наследие является источником силы, делающей нас способными к послушанию Богу в самых сложных условиях жизни. Второе. Вера – это инструмент Божьего действия. Это очень интересная часть истории. Автор послания говорит, что вера Авраама и Исаака сделала возможным сверхъестественное рождение Исаака. Вера Авраама и Исаака сделала возможным сверхъестественное рождение Исаака. Посмотрите одиннадцатый стих. «Верою Исаамасара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного и притом и мертвелого родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском». Вначале здесь нужно сделать несколько замечаний. Все, кто внимательно читал книгу Бытие, а мы совсем недавно ее читали, наверное, помнят, что Сара как раз-то и не имела особой веры, что от нее девяностолетний родится сын, что она даже засмеялась там, помните, когда она услышала эти ангелы говорили Авраам? Кстати, не только Сара смеялась. Почитайте, пожалуйста, семнадцатую главу Бытия, семнадцатый стих, когда сам Бог говорил эти слова Аврааму, то и Авраам написано рассмеялся в сердце своем. То есть и для Авраама это казалось уже совершенно нереальным, совершенно невозможным. Так о какой же вере здесь говорится, если оба они не видели себя способными к тому, чтобы воспроизвести в потомство. Аврааму было уже под сто лет, Саре было девяносто лет, то есть они были уже вне возраста, вне репродуктивного возраста, когда от них могло появиться потомство. Это очень важно. Вера – это доверие Богу. И когда здесь сказано, что вера и сама Сара, то есть вера до этого речь шла о вере Авраама, и здесь к этому присоединяется еще вера Сары, речь идет о доверии Богу, которое было у Авраама и Сары, в результате которого они оставили свои нажитые места и пошли туда, куда повел их Бог. Вера в данном случае – это общее доверие Богу своей жизни, своего будущего. Это вот именно такая вера делает чудо возможным. Не вера в чудо, а вера в Бога. доверие своей жизни Богу, чтобы Бог управил ею так, как этому возможно. Это очень важный элемент. В этом настоящая красота веры. Вера – это не попытка управлять Богом. Сегодня, как я уже сказал, существует такое движение, которое охватывает мир собой, христианский мир все больше и больше. Движение связано с тем, что его называют Евангелием благополучия, или prosperity gospel, или health and wealth, здоровье и богатство. И обычно их идея такая – ты верь в то, что Бог тебя исцелит. Если же человек пришел на их исцеляющее собрание и не получил исцеления, то ему тогда говорят – у тебя было мало веры в том, что Бог тебя исцелит. Беспроигрышный вариант. То есть, в любом случае, человек, в общем, окажется виноватым. На нем окажется эта вина. Заметьте, то, о чем здесь сказано, здесь прямо противоположная иллюстрация. Авраам и Сара даже не верят, что они могут родить, но они верят Богу настолько, что они доверяют ему свою жизнь. И это становится инструментом, посредством которого Бог делает чудо. Он, кстати, додержал их специально до такой точки, в которой появление сына не могло бы быть объясненным ничем иным, как только Божьим обещанием. Причина этого и заключалась в том, что этот процесс был в Божьих руках. Кстати, с того момента, когда Бог пообещал Аврааму и Саре, прошло 25 лет. И, возможно, тогда, 25 лет тому назад, они, может быть, еще и надеялись, что это возможно. Но сейчас, через 25 лет, Бог продержал их 25 лет. Кстати, за эти 25 лет кое-что произошло. Это было настолько долго, что они даже пытались помочь исполнению Божьего обетования. Вы помните, в результате появился Измаил от Сариной служанки Агария. В конце концов, они оба смирились. Но они не вернулись назад. Они совершенно не знали, как Бог их поведет дальше. Они видели, что сами родить они не могут, но они не пошли назад. Они доверяли Богу свое будущее, доверяли Богу свою жизнь. То есть, настоящая вера умеет ждать. Она неразрывно связана с ожиданием. Бог обещал Аврааму великое потомство, но не объяснил, как и в какие сроки оно появится. С силовической точки зрения, чтобы было большое потомство, нужно, чтобы человек родил как можно раньше, как можно больше. Вот тогда будет внушительно, что действительно будет большое потомство. Но у Бога его другая математика. Для Бога очень важно, чтобы все ясно понимали, что Исаак родился по единственной причине, потому что Бог так обещал. Ему было достаточно одного Исаака. Вполне достаточно. Кстати, и у Исаака история повторилась. Помните, что они тоже долго не могли иметь детей, и потом, когда у них появились дети, было всего два. И только один из них был сыном обетовании. Только один был тот, от кого произошли двенадцать колен Израиля. Сегодня век всего быстрого и срочного терпеливое доверие Богу особенно важно. Вера включает в себя этот элемент. На протяжении долгого времени пророки и апостолы неоднократно обращались к примеру веры Авраама, демонстрирующему силу и верность Божию. Вот один из таких примеров. Исаия 51 глава. Послушайте меня, стремящиеся к правде ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного и благословил его и размножил. То есть Бог говорит, пример Авраама это пример его верности. Если он сказал, он сделает даже из-за мертвелого. Нужно ждать, нужно доверять Богу. Итак, вера это не только источник силы для послушания, но еще и инструмент для Божьего сверхъестественного действия в жизни. Третье, что мы видим в этой истории, вера это основание для радости. Когда мы воспринимаем реальность небесного будущего таким, какое оно есть, это обязательно наполняет христианина радостью. Даже в самых сложных условиях существования или нашего странствования на земле. Заметьте, как Авраам, так и Сара, так и многие другие праведники Ветхого Завета, они не увидели своими глазами полное исполнение Божьих обетований. Авраам продолжал странствовать по земле, которую обещал ему Бог, так и продолжая быть на ней странником и пришельцем. Он так и не укоренился там нигде. Казалось бы, все Божьи обещания, ради которых Бог оставил своих родных и удобную жизнь, они не были исполнены. Тем не менее, Авраам не впадал в уныние. Причина этого была его вера. Евреям 11-13 сказано, все сии умерли в вере, не получил обетования, а только издали видели он и радовались. И говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Кстати, это очень важная часть жизни людей, крестьян, которым приходится проходить через страдания. Если здесь есть люди постарше, те, которые помнят время гонений, то помните, какие песни пелись «Край чудесный нас ждет там на небе». Очень много песен, которые были связаны с радостью там, и наша радость, она исходила от того, что мы знали, мы ожидали, этой радости. Мы уже говорили о том, что вера демонстрирует существование реальности, которую невозможно постичь посредством объективного чувственного восприятия. То есть вера помогает нам увидеть реальность, которую сейчас наши собственные физические глаза не могут видеть. Вера делает эту невидимую реальность видимой, в этом ее особенность, в этом ее сила. Авраам и Сара и другие праведники видели то, что обещал им Бог. Они понимали своими очами веры, насколько это реальность, и они этому радовались. Вот почему, друзья, они не зависели от того, что происходит вокруг. Сегодня в поисках радости люди мечутся по всему миру. Ее пытаются искать в развлечениях, в деньгах, в славе, в алкоголе, в наркотиках. Даже христиане свое счастье ставят в зависимости от обстоятельств или от людей. Не складываются обстоятельства так, как хотелось бы уныния, нету радости. Друзья, причина этого в том, что мало поднимаем взор к небесам, мало видим очами веры реальность того, что ожидает нас там. Посмотрите еще раз слова, которые мы читали из первого послания апостола Петра. Посмотрите, что он пишет. Бог, благословен Бог, возродивший нас, написано к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Дальше в шестом стихе он говорит об этом радуйтесь. То есть он объясняет нам, чем должна быть подпитываема наша радость. Откуда она должна прийти? Поскорбев теперь немного, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе явления Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуете с радостью неизреченно и прославлено. Вам, наверное, пригодилось наблюдать, как плачут дети за чепуховую игрушку. Вот какая-то чепуховая игрушка сломалась или даже не сломалась, а кто-то на эти пять минут кто-то другой ею играется, и для ребенка это целая трагедия. И родители пытаются поднять его взор и сказать, слушай, у тебя же много всего есть, кроме этой игрушки, у тебя так много есть о чем радоваться, а ты сейчас фокусировал свой взор на какой-то мелочи. Вот это то, о чем здесь говорит апостол Петр. Он говорит, вот в жизни нашей страдания и скорби, через которые мы проходим, по сравнению с той огромной славой и радостью, богатством наследства, которое ожидает нас в небесах, все это земное, оно очень маленькое. И вот почему он говорит, но веруя в Него, вы будете радоваться радостью неизреченную и преславную. Наша радость, она выше земного, она связана с положением, которое мы имеем во Христе, с наследием, которое Он нам приготовил, с небесным городом, в котором мы будем жить в вечность. И эта радость совершенно недоступна людям, которые не знают Бога, которые не спасены Христу. Более того, эта радость прямо пропорциональна вере или нашему доверию Богу во всем, что Он говорит нам. Чем меньше наша вера, тем меньше наша радость. Чем больше мы, вот эта испытанная вера, чем больше мы правильно реагируем на испытания, чем сильнее укрепляется наша вера, тем больше будет наша радость. Итак, вера – это основание для радости. И последнее. Вера – это причина посвящения или мотиватор, драйвер, двигатель, который делает человека посвященным. Посвящение, а точнее его отсутствие – одна из таких самых серьезных проблем, катастрофических проблем современного христианского мира. Сегодня все меньше и меньше людей, о которых можно сказать, что они посвящены Богу. Они могут, правда, сказать о себе, что они рождены свыше или приняли Христа в сердце или как угодно, еще в зависимости от той терминологии, которой они пользуются. Но они в большинстве своем продолжают жить для себя. Бог есть, Бог присутствует в их жизни, но Он где-то на обочине, где-то на полях жизни. Там в их жизни не доминирует посвящение Богу, что Он центр их жизни. Периодически, в какой-то степени, они даже готовы что-то сделать для Христа, но не так, чтобы жить для Него. Это говорит о слабости, а иногда даже отсутствии настоящей веры. Вот что сказано о вере Авраама и Сары и других праведников. Смотрите, все эти умерли в вере, не получив обетование, а только издали, видели он и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. Заметьте, для Авраама и Сары было очень важно. Они говорили, что они странники и пришельцы. Они подчеркивали это для самих себя, для людей, которые вокруг, для своих слух, с которыми они жили. У Авраама, по всей видимости, было достаточно ума и способности, чтобы делать большие, серьезные проекты. Он мог бы там основать какой-то город, или он мог бы там открыть какую-то деятельность там значительную. но мы видим, что он говорил о себе, что они странники и пришельцы на земле. Несколько деталей важных, которые мы видим в этом тексте. Первое. Благодаря вере они не привязывались к земному. Это серьезный вопрос, друзья. В наше время особенно серьезный, потому что мы живем в период, когда привязаться к земному легко. земного много, тогда, когда его отбирали, тогда, когда не было возможности заработать, ну, понятно, труднее было привязаться, хотя некоторые привязывают. Сейчас, сегодня можно комфортно устроиться, привязаться к земному и быть христианином и считать себя верующим и со всеми остальными вытекающими последствиями, что с этим связано. Заметьте, благодаря вере Авраам и Сара не привязываются к земному, то есть они доверились Богу и направили свою жизнь к Божьим небесным ценностям, которые и стали определять их жизнь. Кстати, у них было земное. Авраам был достаточно состоятельным человеком, похоже. 300 или 600, сколько точно, я забыл уже эту цифру, слух только было у него. Огромное количество скота, что им было тесно вместе с лотом. То есть Бог благословлял этого человека, но главный фактор был в том, что он совершенно не был привязан ко всему этому. Вера человека характеризуется не уровнем активности и шума, который он производит, а ценностями, которыми он живет. Ценности определяют, или вера определяет наши ценности. Ценности говорят о том, во что же мы в действительности верим. То есть Авраам и Сара жили так, что было видно, что их дом не здесь, не на земле. Они доверяли свою жизнь Богу, они ожидали вознаграждения от Него, они вкладывались в небесную реальность. Второе. Вера помогала им фокусировать свои мысли, свое сознание на небесном. Это еще один важный факт. Посмотрите 15 стих. Ибо если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Это очень важный аспект. Вера связана с нашим миром мыслей. Именно вера определяет, где будут концентрироваться наши мысли, на чем они концентрируются. У Авраама было много возможностей повернуть назад. Переживая неудобства кочевой жизни на чужбине, он не мог допустить, он мог бы, вернее, допустить мысли саможалости или же мог бы думать о том, как хорошо живут его родственники, которые остались в Тамбуре Халдейском. Они наслаждаются экономической или политической стабильностью, но он не делал этого. По причине того, что он доверял Богу, он направлял свои мысли снова и снова к Божьему обетованию, к Божьему Слову, зная, что Бог приготовил для него лучше. Вот почему написано о горнем помышляете, а не о земном. Вот почему в другом месте апостол Павел говорит 2 Коринфянам 10 глава «пленяем всякое помышление в послушании Иисусу Христу». Вера помогает нам фокусировать наш внутренний мир, мир наших мыслей на том, что действительно важно на небесных ценностях. В этом и был смысл веры Авраама. Несколько слов по поводу последней строчки. Посмотрите, здесь написано «Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Вы знаете почему? По их вере. По причине их веры, которая выразилась вот в этих четырех вещах, о которых мы говорим, в их послушании, в их умении ждать Божьего действия, когда Бог действовал через них. Это вера, которая была выражена в том, что они имели радость, находясь в этих сложных обстоятельствах, и она была выражена в их посвященности, в их целеустремленности, в их полной направленности к тому, что Бог обещал. Вот почему Бог не стыдится их, потому что Он сделал верующего праведником. Галатам 3, глава 6, стих, «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось его в праведность». Друзья, Бог сделал Авраама праведником, даровав ему свою собственную праведность. Мы будем молиться сейчас, друзья. Я хотел бы вместе с вами, глядя на эту историю, задать себе и друг другу, и своему сердцу, чтобы каждый из вас задал несколько важных вопросов. Какую роль вечность играет в вашей жизни? Как часто вы вспоминаете о ней? Я не имею в виду тогда, когда вы сильно заболели, или кто-то вас уже сильно достал. Какую роль вечность, которую ожидал, которую ожидал Авраам, имеет во всех наших планах, в наших подходах к жизни? Насколько наша вера раскрывает перед нами реальность вечных ценностей? Стала ли она источником силы для послушания Богу? Стала ли она инструментом Божьего действия в нашей жизни? Дает ли она, дает ли она основания для нашей радости? Насколько наша вера определяет наше посвящение Богу? Это то, о чем мы с вами говорили сегодня. Сейчас, перед тем, как мы помолимся, давайте мы встанем. Я хотел бы прочитать одно стихотворение. Очень дорогое мне стихотворение, я его запомнил с детства, я его не все помню наизусть, но есть несколько очень ценных фраз в этом стихотворении. Я хотел бы, чтобы вы могли прочитать его вместе со мной, чтобы оно помогло нам увидеть божественную реальность вечности. Хочется ли в небо? Очень хочется. Отряхнуть бы с ног земную пыль и с сознанием, что все беды кончились, в вечность бестревожную вступить и легко, без тени сожаления, оторвавшись от привычных дел, прошептать в счастливом удивлении «Господи, какой хороший день!» Что нас ожидает у причала не увидеть в самых лучших снах, даже если на земле печальной было столько доброго у нас? Будто отблеск будущего счастья, братских отношений чистота и возможность убеждаться часто в радостном присутствии Христа? А друзей, как в южном небе звезд, не грозит в печалях одиночество? Хорошо, но милый край зовет, хочется ли в небо? Очень хочется. Помолимся. Господи, благодарим Тебя, благодарим Тебя за небо. Благодарим Тебя за Новый Иерусалим, который Ты строил и продолжаешь строить. И мы знаем, что однажды он будет завершен, когда последний кирпичик в здание храма церкви будет вложен. Мы знаем, Господи, что это чудесный город основателем, конструктором и строителем, которого являешься Ты, Господь, и Ты умеешь строить. Если земная вселенная, вернее, материальная вселенная так чудесна, настолько чудесна, насколько славнее, Господи, мы можем себе представить, будет вселенная новая, будет новый Иерусалим. И сегодня, Господи, говоря об этом, мы приходим к Тебе, приходим в смирении, признавая, что мы мало знаем о Новом Иерусалиме, мало думаем о Нем и мало движим и стремлением к Нем. Господи, помоги, чтобы наша вера, она была не только в том, что мы спасены и наши грехи прощены, а в том, что Ты определил цель для нас. И эта цель лучше, чем что-либо другое. Я прошу Тебя, Господи, за свое сердце, за каждого присутствующего здесь, Господи, помоги нам быть движимыми этой цели. Благослови, чтобы вера в эту цель, реальность этой цели, которая становится для нас видимой через веру, чтобы она определила нашу жизнь сегодня. За каждого из нас прошу Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.